Приветствую всех! В этом видео мы разберем, зачем нужен CityFinder, что это такое, для кого это предназначено и как этим пользоваться. Чтобы пользоваться полноценно веб-приложением CityFinder, нужно сначала зарегистрироваться в Google или уже иметь готовый аккаунт в Google. Затем войти в этот аккаунт и перейти по указанному адресу. creativityfinder.appspot.com Обязательно должно быть вот здесь HTTPS, иначе не будет нормально сайт работать. Не HTTP, а HTTPS, защищенный протокол. По умолчанию интерфейс английский. Если вам желательно на русском языке, то уже есть такая возможность переключить на русский. Переключение происходит в асинхронном режиме, то есть без перезагрузки веб-страницы. Это полностью одностраничное веб-приложение. Поэтому все изменения происходят быстро и с хорошими визуальными эффектами. В дальнейшем предполагается добавить еще другие языки, кроме русского и английского, и возможность их добавлять и редактировать динамически через панель администратора. Прежде чем приступать к работе с этим сайтом, можно с основной информацией о нем ознакомиться вот здесь. Особенности сервиса. Здесь сказано, здесь ищут и выкладывают задания самого разнообразного характера с целью одновременно. И перечисляются три пункта. Первое. Развиваться в каком-либо направлении. Второе. Отдыхать при помощи смены рода деятельности. И третье. Создавать различную доступную полезность для других. Вещи, услуги, информацию. При этом материальное вознаграждение, как основная цель, не преследуется. Но это возможно. Заработок в отаже возможен. Может предоставляться авторами заданий. То есть основная цель этого приложения – предоставить удобство для тех людей, которые хотят одновременно сделать что-то хорошее и полезное для других и развить свои навыки, умения, внутренний мир и так далее. Светчеловеческие качества и способности. А будет ли при этом денежный доход – это уже решается каждой парой. То есть издатель, тот, кто выложил, опубликовал предложение, развивающего задания. И тот присоединившийся, кто решил это выполнять. Некоторые готовы платить за работу. Некоторые просто выкладывают свою идею, предлагают присоединиться волонтерам к их проекту. С другой стороны, те, кто ищут задания, кому-то нужна, кроме саморазвития, также и подработка или основной даже заработок. А кому-то и так уже денежных средств достаточно. И люди ищут только источник саморазвития в процессе производства чего-либо полезного. Итак, это для всех этих случаев. Денежная прибыль здесь не главная и вообще специально не преследуется. Преследуется развитие, всестороннее свободное развитие каждого. Более подробно можно вот в этих подразделах прочесть. Для тех, кто ищет развивающие задания. Для тех, кто предлагает такие задания. И общая информация о том, что этот процесс экономит жизненное время, ценное жизненное время каждого. Для того, чтобы освободить его для приятных и интересных дел от рутинной необходимой работы. Далее в описании сказано. Чтобы начать выкладывать и или искать развивающие задания, достаточно войти под Google аккаунтом. Что мы уже и сделали. И далее перейти в соответствующие разделы. А туда мы сейчас перейдем. Но прежде посмотрим еще некоторые примеры в разделе о сервисе. Пример номер один. Студент ищет реальную задачу для дипломного проекта. С другой стороны сотрудники организации ищут какого-то молодого специалиста, который мог бы выполнить небольшую задачку, в которой нужна заинтересованность сотрудников саморазвития, нужны знания самых современных технологий. Для этого как раз студент, выпускник очень хорошо подходит. И вот с помощью CityFinder они встретились. Студент получил опыт разработки работы реального, на реальном проекте. Получил хорошее портфолио. Возможно, он не в эту фирму будет устраиваться, а в другую. И покажет это портфолио. Также он защитил дипломную работу, официальный документ получил. Удостоверяющий его знания и навыки. А заказчики получили готовый проект, выполненный с использованием современных технологий. И проверили кандидата на ответственную должность. Вот теперь эти работодатели могут предложить и постоянную работу данному студенту, который уже стал выпускником. Другая история. Здесь девушка-студентка, она дизайнер. И вот она подготовила некоторые материалы в качестве своей курсовой или дипломной работы. И хочет проверить их и продемонстрировать другим на практике. То есть дизайнерские материалы, они потом где-то должны быть использованы. А с другой стороны, студент-программист ищет дизайнера. Он может разрабатывать логику программы, но ему нужен дизайн. Так как вместе два человека поработали над единым проектом, и каждый делал ту часть, на которой в данный момент он специализировался, проект был выполнен хорошо. Ну, возможно, получил даже какую-то награду. В дальнейшем предполагается здесь еще добавить истории. Например, история о работе организации «Красный крест». Ведь в «Красном кресте» есть постоянные сотрудники, которые за постоянную плату работают. И они выезжают на места бедствий, помогать людям оперативно. Они знают куда, с чем, зачем ехать. А есть еще волонтеры, для которых информация о подробностях дефицитная является. То есть они спрашивают у знакомых, ищут по телевидению, в интернете. «Ситифайндер» мог бы помочь. То есть в качестве издателя были бы постоянные сотрудники «Красного креста», они выкладывали бы важную информацию, а подписчики получали бы быстро эту информацию, то есть волонтеры, и уже более организованно, более целенаправленно выезжали бы помогать пострадавшим от стихийных бедствий, или обстрелов в горячих точках и так далее. У примеров тут бесчисленное множество, может быть, в совершенно разных сферах. Технических, гуманитарных, там, помощь нуждающимся людям какая-то, любые хорошие дела. Здесь также есть информация кратко о таком понятии, как «HB». Люди, которые занимаются саморазвитием, в процессе создания полезности для других доступной или полностью свободной полезности для других, их можно назвать «Human Builders» – «Человеко-строители». Об этом здесь рассказывается. Есть ссылка на соответствующую группу в социальной сети, на соответствующий веб-портал. Можете воспользоваться, посмотреть, присоединиться к этим группам. Далее, так как я уже аутентифицировался под определенным Google-аккаунтом, сайт CityFinder это распознал. Я подождал при загрузке, пока он установит, под каким аккаунтом Google сейчас я в данном браузере нахожусь. Вот он воспечивает эту информацию. Также я могу нажать «Выход», но при этом я выйду из этого аккаунта только на сайте CityFinder, а на соседних вкладках выход из аккаунта Google полный не происходит. То есть дополнительно, при необходимости, еще там надо произвести выход. Так устроены службы Google. Далее нажимаю «Предложить». И здесь вижу список развивающих заданий, которые из-под этого аккаунта я ранее уже выкладывал. Теперь я хочу продемонстрировать, как добавить новые. Если я прокручу вниз, тут автодогрузкой показываются те, которые не поместились на экране. Также есть фильтр «Начиная с» и по «С этой даты год назад до этой даты сегодня». Вот за целый год отфильтрованы сейчас задания мои. Я могу посмотреть, какие картинки к ним были прикреплены. Сейчас я создаю новое задание. Здесь можно разместить небольшое количество текста, а также приложить гиперссылки. Категорию выбору. Образование. Страна. Страны здесь можно либо вводить самому, либо пользоваться автодополнением. Но в автодополнение попадают только те страны, которые вручную уже кто-то из пользователей ввел сюда один раз. А также города. Например, я уже вводил Украину. Украина здесь есть. И город Киев тоже есть. Если этого не будет, просто переключайтесь в нужный язык статического веб-интерфейса, это в данном случае русский, и здесь на русском набирайте. Если вы пользуетесь английским языком, переключайтесь в английский интерфейс, а также здесь тоже латинскими буквами старайтесь набирать. Вакантных мест. Сейчас значок бесконечности стоит, значит, здесь неограниченное количество участников может быть. Но я ограничу его, напишу, что только 4 участника. Дальше даты. Старт и окончание. Это ориентировочные даты. Можно нажать на крестик, и они удаляются. А если мы точно знаем, когда мы хотим стартовать, и когда проект уже потеряет свою актуальность, мы устанавливаем точно диапазон дат. Кстати, если это экстренная задача, например, помощь красному кресту, то, конечно, надо установить текущую дату, желаемое начало, желаемое окончание, потом при поиске, при установленном фильтре показывать наиболее срочные задания, будут именно вот такие, в первую очередь, выскакивать, которые надо начать сегодня и завершить сегодня. Изображение. Я поставлю немножко другую дату. Сюда загружаем изображение. Оно может быть любых размеров. Все равно до отправки на сервер, на обработку, оно уже будет браузером уменьшено до нужных габаритов, предусмотренных этой системой. Остается нажать «Отправить» и получаем сообщение, что предложение успешно создано. Мы его видим у себя вот здесь, вверху. Можем выделить, удалить, изменить, изменить состояние. То есть, допустим, мы выставили, что 4 человека могут заниматься этой работой. Потом хотя бы один из них уже нашел нашу задание, пообщался с нами и принялся за работу. Можно переставить состояние проекта в «In Progress». Если отменено, то «Canceled». Если полностью выполнено, то «Fulfilled». Если приостановлено временно, то «Suspended». По умолчанию «Created» создан. Эта часть пока не локализована. Далее. «Изменить». Что-то решили изменить здесь. Картинка по умолчанию остается старая. Не надо ее повторно указывать. Категорию придется выбрать повторно. Сказать, что это образование. Далее. Можно что-то изменить. Например, написать «Изменение». И после этого, когда все правильно заполнено, нажать «Отправить». Мы получаем сообщение «Приложение успешно обновлено». Далее. Далее я посмотрю на этот сайт глазами как будто другого пользователя. То есть зайду в другой аккаунт Google и посмотрю из-под него. Ищу задачки. Я нажму «Выход из этого аккаунта». И войду в другой. Нахожусь в другом аккаунте. Нажимаю «Искать». И вижу только что созданную задачку. Я скроллю. Больше на сегодня заданий нет. Но я могу посмотреть, какие задания были еще раньше. Здесь есть несколько демонстрационных заданий, но они также являются реальными. Можете присоединяться или получать ссылки на эти задания, распространять в соцсетях, знакомым пересылать. Система начнет работать. А вот так. Можно производить поиск по какой-то букве, по целому слову. Если набираю слово, я нажимаю «Enter» и отфильтровываются только те тексты, те задания, у которых в заголовке написано где-то «Тест». Вот здесь написано «Тест». Поэтому данное задание было отфильтровано. Хочу убрать фильтр, убираю этот текст, жму «Enter». Опять получаю все результаты. Здесь, опять-таки, с 1-го числа августа 2018 года по 9-е... февраля 2019-го. По датам фильтр. Дальше можем нажать вот эту шестеренку. Это более детальные настройки фильтрации и отфильтровать по категориям. Скроллим вниз. Получаем набор заданий по данным категориям. Что еще можно? Еще можно по стране, по городу. Также включить опцию по количеству вакантных мест, фильтровать. И очень важная опция «Сортировка». Ну, это для тех, кто ищет задания, требующие как можно более быстрого выполнения. Или кто хочет, наоборот, посмотреть задания, которые... Не важно, какой у них там диапазон дат по выполнению желаемый, но которые когда-то давно-давно создавались. Можно перевернуть этот список и посмотреть от начала, от 1-го августа прошлого года до текущей даты. Нажимаем. И вот мы получили более старые. Сортировано так, что более старые объявления мы видим первыми. Вернем это в исходное положение. Также хочу отметить, что все это будет нормально отображаться на смартфонах. Вот на смартфоне. Будет выглядеть так. Все работает. Менюшки. Даже на самых маленьких экранах все будет хорошо смотреться. Далее. Итак, нас интересует вот это задание с точки зрения другого пользователя некоторого, под которым я зашел на этот сайт. Так, я нажимаю подробнее. Во-первых, я жму присоединиться и вижу, что запрос отправлен автору на адрес электронной почты. Адрес электронной почты он же связан с Google аккаунтом. Поэтому, когда пользователь номер один, который создавал задание, зашел на CityFinder, CityFinder уже знал какой имейл, на какой имейл отправлять информацию этому пользователю. с другой стороны, тот пользователь, из-под которого мы сейчас отправили запрос к автору, у него тоже свой Google аккаунт и к этому аккаунту привязана электронная почта. Можем нажать подписаться. И теперь, когда пользователь номер один, на которого мы подписались, вот этот автор, будет публиковать новое задание, пользователь номер два, под которым мы сейчас находимся, в свою электронную почту Google, Gmail, будет получать об этом оповещение с подробностями. Там будет гиперссылка на задание вот такого вида. Эти гиперссылки можете копировать и распространять различными способами в соцсетях. Правда, когда эта гиперссылка вставляется в адресную строку и мы жмем Enter, объявление не совсем сразу появляется, а через одну, две, максимум три секунды. может появляться. Почему? Потому что это одностраничное веб-приложение, то есть сначала загружается основа, потом срабатывают сценарии клиентские и отображается вот это окошко. Итак, мы отправили запрос автору на электронную почту, а также подписались. Можем отписаться. Отписаться мы, кстати, можем также по специальной гиперссылке, которая вместе с оповещениями приходит на наш имейл. Благодаря этому такие электронные письма от системы CityFinder не попадают в спан. Итак, мы видим теперь в электронной почте Gmail первого пользователя, автора задания, вот такое сообщение. Запрос на присоединение. Пользователь такой-то хочет присоединиться к вашему проекту. Название проекта, гиперссылка на описание проекта, а также написано свяжитесь с ним по электронной почте и указан адрес электронной почты. Все с этого момента. Автор может связаться с тем человеком, который пожелал присоединиться к выполнению этой задачи. Дальше они могут различными средствами общаться друг с другом в бесплатном режиме, с оплатой работать, как угодно. И это уже наш сайт CityFinder не отслеживает. Для этого и так уже достаточно, более чем достаточно средств различных веб-программ для дальнейшего общения пользователей, для создания каких-то репозиториев, писательной части проектов и так далее. Да, и давайте еще разок я выйду из этого аккаунта. Возвращаюсь в аккаунт того человека, который создавал задание. И, допустим, он дал положительный ответ пожелавшему принять участие в работе над проектом задания от REST1. Теперь автор задания, убедившись, что работа пошла, выделяет это задание, указывает состояние, что уже в процессе выполнения. Состояние обновлено. Синий маркер выделяет такие задания, которые уже началось выполнение, чтобы отличать от тех, которые еще белые ожидают. ожидают своих волонтеров либо оплачиваемых исполнителей. Ну что ж, я думаю, в целом все понятно. Если какие-то дополнительные вопросы, предложения, можете обращаться на адрес электронной почты, которую я оставлю под видео. Здесь внутри, внизу точнее указаны некоторые контакты. Тоже есть адрес электронной почты. Можете также обращаться ко мне в личку в социальной сети ВКонтакте, если кто пользуется, конечно, этой соцсетью и кому удобно именно так. На этом все. Пишите, если интересуют какие-то подробности, присоединяйтесь к существующим проектам, передавайте это видео другим, делитесь информацией, что вот такая система появилась. Выкладывайте свои задания, присоединяйтесь к уже готовым. И вперед в культуру будущего. Это первое приложение в цепочке, потом будут еще для соответствующей культуры жизни. Всем всего доброго, пока! в культуру и в культуру